Сегодня появились в нашей программе, продолжая эфир с вами я Ольга Комарова, представляю вам нашего гостя, это Егоров Богдан Викторович, ректор Одесской национальной пищевой академии. Здравствуйте! Одесской национальной академии пищевых технологий, извините, но полное название. Здравствуйте! Я заканчивала другой вывод, могла ошибиться. Расскажите нам, пожалуйста, вот вы сегодня приехали в Южный, и с какой целью вы посетили наш город? Прежде всего, цель наша, она очень проста, с другой стороны, ее очень сложно реализовать, потому что главная наша цель Одесской национальной академии пищевых технологий, ее коллектива, нести, пусть это очень благородно звучит, но это действительно правда, нести знания о правду о пищевых продуктах, о технологии питания, приготовления еды, о здоровом образе жизни. То есть, какой бы ты профессией ни обладал, где бы ты ни жил, но все-таки должен человек понимать, что он сам, в общем-то, рукотворно воздействует сам на себя, на свой уровень жизни, на качество жизни, на продолжительность жизни, прежде всего благодаря образу жизни и питанию. И, конечно, ученые, они знают очень много информации, владеют моделями, формулами, расчетами, могут посчитать все, что угодно, но простому обывателю или профессионалу в другой сфере это не нужно. Ему нужно знать те принципиальные истины, которые позволят быть здоровыми и чувствовать себя хорошо. Ведь вы же не хотели бы, например, поддерживать свое состояние здоровья с помощью либо хирургического вмешательства, не дай бог, или лекарств, которые воздействуют избирательно, но и на весь организм тоже. То есть, хотелось бы избежать всего этого. Почему-то нас эти мысли уже достигают тогда, когда мы обращаемся к врачам, когда что-то плохо, когда что-то не так, начинаем думать, вот надо было бы. Вот мы для этого и существуем, чтобы было бы, было без бы, а сразу так, как положено. То есть, пытаемся учить, пытаемся рассказывать, пытаемся делиться опытом. У нас создан клуб здорового питания, мы делимся с молодежью прежде всего. Потому что очень много зависит и будущее молодых людей, которые еще сами не понимают, насколько важно все это, и могут навредить себе в юном возрасте. Девушка хочет быть очень стройной, например, в девятом классе, и не дай бог, она этим займется в этом возрасте, когда идет постройка организма. Она потом захочет выглядеть очень достойно и избирательно, но она сможет, если она будет правильно делать все в школе. А если она будет в школе выглядеть так, как она хотела бы, например, то потом ее могут дать большие неприятности. То есть, очень много примеров, я мог бы вам приводить их в бесконечное множество, но самая главная наша задача, это все-таки привлечь внимание населения Украины к питанию. Мы богатая страна, у нас очень великолепные пищевые продукты на рынках, на полях. Ну и одновременно у нас на пищевом рынке появилась масса различных продуктов с добавками, с красителями, и порой сами же потребители, не имея правильной информации, формируют потребность в тех продуктах, которые наносят вред больше здоровью, чем хотелось бы. Ну, это миссия вашей академии, вы воспитываете кадры, вы воспитываете молодое поколение, вот на основе этой информации, которую вы даете детям, ваши специалисты обучают их. Собственно, вот Южный, как вас заинтересовал, что вы предлагаете детям, которые здесь, вот, возможно, будущие ваши абитуриенты, будете ли вы общаться с ними как-то, будут ли у вас какие-то курсы здесь проходить, и как вы видите эту миссию? Секрет очень простой, я думаю, что каждый с этим может согласиться, что лучше разговаривать с тем, кто тебя слышит. Очень тяжело разговаривать и доносить что-либо тому, кто тебя не слышит по какой-то причине. Ну, вот так сложилось, что мы давно знаем друг друга с Владимиром Николаевичем, и мы слышим друг друга, я вижу, что делается в городе Южном. То есть вы приехали сегодня к мэрии? По приглашению Владимира Николаевича Навацкого, вашего городского головы, я увидел очень много интересного, поучительного для себя, и я не скрою, что мы как педагоги или высшая школа, ведь учит не должность, а учит опыт и мудрость, и вот этого в достатке у вашего городского головы, и я приехал тому же и поучиться у него. Вы знаете, мы воспитываем сегодня наших студентов, например, мы пытаемся им прививать качество лидеров, потому что сегодня ты можешь быть очень знающим человеком, но если ты не можешь применить свои знания, то ты оказываешься ненужным на производстве или в бизнесе, но если ты умеешь применять, то есть обладаешь качественными лидерами, умеешь собрать коллектив, команду, пусть даже небольшую, и решить какую-то важную задачу, у тебя есть большое будущее. Так вот, то, что я вижу у вас вот в городе, это мне напоминает такую дружную, слаженную команду, у которой очень многому можно поучиться. Не нужно ничего рассказывать, мне достаточно было пройтись по улочкам сегодня, пройтись, посмотреть инфраструктуру города, посмотреть объекты. Но вы ходили именно с представителями нашей власти, да? Да, да, конечно. То есть на экспорцию они вам показывали что-то с... У нас много выпускников работает на промышленных предприятиях вашего города, в промышленной зоне. А в каких именно предприятиях? Да, практически на всех, и на припортовом заводе, и на Дельмар. Дельтавилма? Конечно. У нас широкий спектр специальностей, и наши выпускники работают на очень многих предприятиях. Поэтому я надеюсь, что в следующие разы я познакомлюсь и с их деятельностью ближе. Но с школьниками вы не проводили никаких встреч? У нас ведется работа, кстати, в городе Южном, но она не носила такого масштабного характера, который бы мы хотели применить сейчас. Здесь действуют постоянно курсы подготовительные по подготовке к поступлению в нашу академию. Но сегодня мы несколько с другой миссией и обсудили с Владимиром Николаевичем, его помощниками, как мы будем развивать сотрудничество. Прежде всего, в следующий вторник, с 10 утра, мы начнем встречи, наши преподаватели, наша профессура, начнем встречи с школьниками, причем не только 11 классов, но и 10, и 9 мы приглашаем. Все четыре школы, мы хотим поучаствовать везде. И это будут встречи, посвященные здоровому образу жизни, правильному питанию. Нам есть что рассказать, чем поделиться. Это будут лекции? Не только. Это диалог, прежде всего. Конечно, это будет сообщена важная информация, наиболее важная. Ну и, конечно, будет диалог, ответы на вопросы. Это очень важный момент. Наша академия уже шестой раз проводит всюукраинскую конференцию за здоровый способ жития среди молодежи, как студенческой, так и школьной. То есть мы не зря этим занимаемся и пытаемся поделиться всем тем, что у нас есть сегодня. Богдан Викторович, ну здоровый способ жития, это все равно предполагает какие-то рекомендации, да, вот детям, какие-то, возможно, практики. Какой интерес вот ваш, вашей преподавателем? Как они будут, это им будет оплачиваться эта работа? Как это будет? Ну, прежде всего, я не скрываю наших всех интересов. Мы все полностью открыты, как национальный вуз. Мы ищем лучших абитуриентов, это правда. Когда я приезжаю и выступаю на телевидении в Виннице, Николаеве, Херсоне, Кироварай, меня спрашивают, а что, в Одессе закончатся абитуриенты? Я говорю, мы ищем самых талантливых и небезразличных, потому что мы ищем людей, которые хотели бы изменить к лучшему жизнь в нашей стране, изменить самих себя для того, чтобы наш народ был успешным, процветающим. Вот это, собственно, главная наша задача. Безусловно, мы не можем быть равнодушными к той ситуации, которая сложилась вокруг питания. И, знаете, порой это выглядит как заказ даже, когда на телевидении, извините, вы имеете к этому отношение, но я тоже, между прочим, я член Союза журналистов Украины. Жизнь заставила стать, я много начал писать на эту тему, потому что в свое время, вот это лет пять назад, это было страшно слушать. На любом телеканале мы слышали, что ничего есть нельзя, никуда нельзя, ну смотреть ничего нельзя. Вот все, что в Украине, все плохо. Вы знаете, никогда не бывает все плохо, это во-первых, но надо уметь различать одно от другого. Это могут сделать профессионалы. Вы имеете в виду продукцию, произведенную в Украине? Совершенно верно. Вот тогда мы поняли, что мы просто обязаны нести знания людям, подсказывать. Ведь я бы сегодня разделил все продукты питания, всю нашу систему питания на две большие категории, две части. Первое – это то, что можно покупать и употреблять, и то, что нужно самому готовить. Но теперь внимание, то, что мы покупаем, мы должны уметь отличать, что именно покупать, чтобы выбрать самый безопасный продукт. А из того, что мы готовим, очень важно, как не потерять все то полезное и ценное, что у него есть, и не сделать из него себе врага. То есть и там, и там нужны знания, понимаете, это вещи, которые сегодня, в общем, может банально звучат, но наше здоровье на три четверти находится в наших же руках, а мы порой в спешке, в неправильном отношении к этому теряем бдительность, ну а потом нас настигают уже те неприятности, которые ведут к врачам. А там, как говорят, добро пожаловать, букет болезней, и начинаешь лечить одно, появляется другое и так далее. Так надо об этом задуматься раньше. Об этом вы будете рассказывать сейчас? Сегодня в эфире нет, я лекции сейчас не собираюсь. Не в эфире, а вот именно детям, с которыми вы планируете занятия. Конечно, мы постараемся не просто, знаете, дать рекомендации, типа дважды два будет четыре, но, во-первых, у каждого свой организм, и никогда тут арифметика так не срабатывает. Есть общие тенденции, есть общие принципы. Вот принципы здорового питания мы будем сообщать, потому что это самое важное. Это какие-то платные будут... Нет, это не платные. Я говорю, мы выполняем свою миссию, у нас коллектив любознательных людей. То есть прийти может все, кто... Совершенно верно, мы бесплатно приглашаем. То есть школы станут такими базовыми точками, вот сегодня мы об этом говорили с Владимиром Николаевичем, как это лучше сделать. И пришли к тому, что уже надо не только для школьников утром, а родители работают, поэтому мы будем организовать такие встречи и вечером. Но мы сейчас начнем, осенью мы продолжим такие встречи. Я думаю, что наш формат с 1 сентября будет уже совсем другим. Но наше желание все-таки тесно общаться, потому что мы не боимся вопросов, мы наоборот хотели бы больше знать о тех проблемах, которые волнуют население, южненцев в том числе, и хотели бы поучаствовать в решении любых проблем, которые связаны с их здоровьем. Ведь здоровье населения, вот мы только так... Вы представьте себе, вы зашли к человеку в кабинет, вы его не знаете, он вам не родственник, никто вам. Но вы просто пришли что-то решить, спросить. Вот он себя так плохо чувствует, у него настроения нет, он вам высказал какую-то свою точку зрения в такой резкой форме, вы ушли, плохо о нем подумав. А ведь всего-то на все, ему надо было немножко помочь. То есть, вот это банальный такой пример, может быть, минимальный случай, но ведь есть гораздо больше. Скажем, если взять такие тенденции питания, которые сегодня тревожат весь мир, например, журнал Science, известный американский журнал научный, опубликовал в 2002 году данные о образе питания американцев. Я могу об этом судить, я один месяц стажировался в Соединенных Штатах и жил в семье, причем в семье проректора Массачусетского университета. То есть, я имел возможность наблюдать, как люди питаются, какие тенденции. Что я могу сказать? Вот данные приведенные в журнале, они меня, в общем-то, очень насторожили и заставили думать иначе. Они посчитали, ученые, когда делали опрос, посчитали, сколько времени требуется хозяйке разного периода развития страны, они привели, на приготовление еды для семьи из четырех человек. Папа, мама, двое деток. Типичная американская семья, средины 40-х годов. Так, оказывается, уходило порядка шести часов. В это время они посчитали время похода на рынок, как мы говорим в Одессе, сделать базар, да, потом приготовление, подготовки компоненту, приготовление, подача еды. Шесть часов, многим может показаться сегодняшним, современным женщинам, такими, как вы, например, может показаться, что это очень много. Но я вспоминаю, ну не 45-й, конечно, а 65-й, 68-й год. Я приезжал к бабушке в деревню, она весь день проводила практически у плиты. Она постоянно что-то делала, что-то готовила, это было невероятно вкусные вещи, но она на это уходила у нее все время. Так вот, представьте себе, средина 40-х шесть часов, средина 50-х четыре с половиной, средина 70-х два с половиной, и мы подходим практически к часу в середине 90-х. То есть время уменьшается. Но в то же время в этом же журнале была приведена другая кривая, рост заболеваемости, желудочно-кишечного тракта, других заболеваний, но в совершенно противоположную сторону гораздо круче. То есть обратно пропорциональная зависимость времени приготовления, которое мы уделяем сами себе, и тем заболеваниям, которые потом нас настигают. Конечно… Мы же перешли к лекции. Да, это почти длинник как лекции. Знаете, я хотел бы, я понимаю, мало времени, но мне хочется убедить людей, чтобы они задумались о том, что они едят и как они едят. Ведь мы же все в плену своих привычек. Ну это да. И ни вы, ни я не исключение. Но наши привычки должны быть правильно сформулированы. Если человек захочет задуматься, правильно, он найдет информацию, в принципе, и захочет посетить какие-то вещи, лекции, он придет и посетит. Ну не совсем согласен. Не совсем согласен. А вот от нашего допустимого побуждения… Извините, сколько кораблей стоят на рейде, которые хотят войти в порт, но без Лосмана они этого не делают. Если каждый из них начнет искать путь в порт, что будет? А вы вроде вот… Кое-кто может сесть на мель. Я не против этого. Можешь искать сам, но для этого ты должен обладать знаниями Лосмана. То есть ты должен иметь принципы и понимать о том. Объясните мне, какая вот ваша, вот в данном случае ваша выгода. Это гранты какие-то? Вы работаете на каких-то грантах или что это? Я в самом начале сказал, я не скрываю, это поиск талантливых людей, поиск молодежи. Команду, вы ищете команду? Естественно, потому что ведь те, кто приходят к нам на обучение, это не обязательно пищевики. Мы, кстати, готовим 40 специальностей. Это и холодильщики, холодильные технологии, это теплоэнергетика, это нефтегазовые технологии. У нас все пищевые технологии, информационные технологии, автоматизация, оборудование, мехатроника, все в другом. Мы запрашивают зарплату сотрудников, которые будут приезжать сюда и читать здесь лекции, это оплачивает университет. Дело в том, что это входит в смету затрат деятельности нашего университета, а именно распространение знаний. Программа такая специальная. Распространение знаний. Это входит. Но важно здесь же другое. Ведь мы готовим ребят, которые не обязательно будут пищевиками, они будут работать в других отраслях. Но если, представьте себе, мы в год выпускаем свыше тысячи человек с дипломами. Вот если это тысячи человек каждый год будет пополнять население нашей страны, имея правильные принципы и убеждения, как нужно жить и развиваться, я буду считать, что мы не зря прожили жизнь, потому что мы изменим нашу жизнь к лучшему. Ждать, пока это само собой произойдет, у нас нет времени. Мы хотели бы эти результаты увидеть раньше. И что может быть лучше? Ну вот вы приходите домой, вы встречаетесь, может быть, с родителями, с детками. Но когда ни у кого ничего не болит, все живы, здоровы, это самое большое счастье. Мы его понимаем только тогда, когда мы начинаем испытывать, какие-то какой-то дискомфорт. Правда ведь? Так вот мы как раз пытаемся максимально использовать те наши знания, которые есть, для достижения этой цели прежде всего. Может она очень благородно звучит и может быть вам не альтруистично выглядит для вас, да? Да, очень, очень. Но я не скрываю, что в ходе этих встреч мы, кстати говоря, заключаем контракты по сотрудничеству, совершенно, казалось бы, не связанных с этим проблемами, темами. Мы договорились о разработке какой-то технологии холодильной, договорились с заводом «Южмаш». Была у нас встреча, посвященная вопросам питания. Круглый столб. А завершилось все тем, что заключили тему исследовательскую, оплачиваемую сегодня «Южмашем» по изучению влияния холода на другие технологические процессы, которые они используют у себя в ракетостроении. Не имело ничего общего, но мы с главным генеральным директором Войтом Сергеевичем нашли общий язык, и он рассказал, какие проблемы с питанием. Мы обсудили многие вопросы, нашли очень много общего, но нашли совершенно другую точку соприкосновения. Поэтому мы стремимся рассказывать всем о том, что мы знаем, по пути мы находим друзей, и, поверьте, эта дружба приносит нам потом и другие выгоды, не связанные с питанием, кстати говоря. Да, вот такие высокие цели, они обычно как-то сразу… Ну, мы привыкли жить в меркантильном мире, вот ты мне, я тебе, вот рассчитался, не рассчитался, всё, ну, знаете, так далеко не уедешь. Меркантилизм, он может быть хорош, чтобы не попасть в убытки, но никогда не будет душевной прибыли, не будет душевного покоя и равновесия, если только на этом строить свои отношения с миром. Ну, расскажите немножко по поводу того, всё-таки, как можно попасть в академию, как поступить туда и вот как повлиялись сейчас реформы в нашем образовании на… Ну, наши реформы влияют на всё. Такое время нам выпало жить в эпоху реформ. Попасть к нам несложно, в отличие от тех требований, которые звучали, поднимать планки вступительных, проходных баллов, мы не остановимся на таких принципах, потому что, первое, мы имеем мощную социологическую службу, которая нам даёт хорошие результаты, срезы, исследования тех, кто к нам поступает, и мы понимаем, не всегда талантливый молодой человек или девушка имеют высокие баллы. В силу разных причин. Даже в одном городе могут быть разные социально-экономические условия и, естественно, разный доступ к таким благам цивилизации, как интернет, знания и прочее. Поэтому наша задача, что пользоваться исключительно высоким уровнем, отбирать только тех, кому повезло. Мы, опять же, я сторонник того, чтобы дать шанс всем, а вот тот, кто не использовал свой шанс, до свидания, конечно, с такими нам не по пути. Наш шанс должен быть у всех, но желающих. Поэтому наша, вот мы видим перед собой миссию в том, чтобы увидеть людей, которые желают. И если такие люди приходят, то к нам несложно поступить, сложно учиться. Это я сразу говорю. Потому что качественное образование не бывает легким. Это действительно непростой труд, непростой процесс, но те, кто проходит до конца, они довольны своим образованием, довольны своей жизнью. Потом, что нужно для того, чтобы получить успешное образование? Конечно, сегодня это тестирование, нужно правильные тесты выбрать. Тут я вам за все 40 специальностей не расскажу. Добро пожаловать на наш веб-сайт. Можете в поисковике набрать Анапт, и вы сразу увидите одним из первых наш сайт. Заходите, смотрите, там все это есть. Важно правильный выбор сделать. Ну и, конечно, я желаю всем успеха, чтобы набрать нормальные баллы. Далее, безусловно, мы ищем тех, кому не безразлично отношение к самому себе. То есть, он хочет стать лидером, он хочет достичь чего-то в жизни, а не просто опустив руки, плыть по течению. Вот с такими людьми нам интересно. У нас, поймите правильно, у нас молодежный, в принципе, коллектив, но, может быть, это небольшая цифра, 28% молодых ученых у нас работает от всего коллектива преподавателей, но для преподавательского коллектива, вуза, это большая цифра, поверьте. Мы пытаемся сохранить сочетание мудрости и возраста, и, конечно же, энергии и оптимизма молодых. И вот коллектив такой, он все время ставит перед собой какие-то все новые, новые задачи, цели. Вот в этом году разрабатываются инновационные проекты, комплексные дипломные проекты, мы около 50 таких проектов в год делаем, в каждом из них принимают участие от 10 до 20 студентов. Порой в дипломном проекте защищают свои знания студенты, которые не выходят еще из-за стены академии. Он третий курс, он второй курс, он пришел, потому что он какой-то раздел выполнял, ему интересно рассказать это представителям бизнеса, промышленности, они хотят быть услышанными. Вот мы таких людей ищем, потому что не секрет, что именно такие люди и развивают технику, технологию, и за ними будущее нашей страны. сегодня мы, наверное, вы слышали, наслышаны об этой теме, качество образования, мы говорим о реформах, вы затронули. Да, да. Прежде всего, это направлено на повышение качества образования. Но когда мы говорим о качестве образования, почему-то мы так склонны, или это ментально, я не знаю, посыпать свою голову пеплами, говорить, у нас ничего нет, у нас все плохо, все лучше там, на Западе. Да неправда все это. Я могу вам сказать однозначно, что Украина действительно, как когда-то говорили, Нью-Йорк, город контрастов. Сегодня Украина, страна контрастов, и это характерная черта любой страны, которая стремительно преобразовывается, реформируется. Контрасты есть. У нас есть и беднейшие люди в Европе, и богатейшие люди в Европе. Точно так же, у нас есть очень качественное образование, но у нас есть и некачественное. Этому надо поставить заслон. Это однозначно, я только за. Но тут есть еще одно. Когда мы говорим о качестве образования, я привожу сюда такой пример. Я часто бываю на телевидении в других регионах, и мне этот вопрос задают, и говорят, а чем вы можете доказать, что наше отечественное образование может быть качественным? Я привожу такой пример. Вот не секрет, опять же, что примерно на смене тысячелетий, вот 2000-й год, он такой характерный, он ознаменовался вхождением в Украину новейшей технологии, техники в различные отрасли. В первую очередь, пищевую. Практически три четверти предприятий были технически перевооружены, и появились новейшие предприятия. Так вот, я говорю всегда, что эти предприятия, это оборудование разрабатывалось, создавалось лучшими выпускниками западных университетов. А обслуживают и развивают его в наших условиях лучшие выпускники наших университетов. Так что, правда, она посредине, потому что есть некачественное образование и там, и у нас, есть качественное и у них, и у нас. Мы в разных условиях, абсолютно, особенно материально-технических условиях. Сравнить их материальную базу, нашу материальную базу, возникают вопросы, но именно ограниченность ресурса заставляет вырабатывать порой такие пионерские идеи, которые, в общем-то, которым запад шел очень долго. Например, я очень мечтал в свое время, когда стал ректором в 2003 году, коллектив избрал, и я думал, ну все, сейчас мы начнем что-то делать, но я уперся в то, что просто нет денег. Страна не дает денег на оборудование, на литературу, на компьютеры. Ищи сам, давай. Это не приходит в голову американскому ректору или ректору Кембриджа, Оксфорда. Они имеют свою статью расходов, они ее выполняют. Но одновременно с этим мы пошли дальше не хуже в некоторых вопросах, потому что это заставило нас, вместо того, чтобы создавать современные лаборатории, дорогостоящие, которые созданы сегодня в ведущих университетах, и там сидит один человек в этой лаборатории, никто ее не видит, мы сегодня идем и по этому пути, бизнес нам помогает, и каждый год мы создаем лаборатории на сумму не менее 2 миллионов гривен. Но мы пошли и по другому пути. Мы открыли больше 20 наших представительств на самых современных производствах. И наши студенты получили доступ вместе с преподавателями туда, куда, в принципе, раньше доступа не было. Это самые новейшие технологические возможности. Они учатся на таких передовых пионерских образцах технологий, оборудования, техники, подходов, начиная от менеджмента, заканчивая качеством готовой продукции. Любой, не только пищевой. Это же прорыв, самый настоящий. Поэтому мы коллектив очень неспокойный в этом плане. Мы пытаемся видеть все новое, ну, наверное, потому что мы ставим перед собой прежде всего задачу. Мы выбрали для себя лидеров. И, кстати, есть и лидеры в нашей стране, вузы, на которые мы ориентируемся. Несколько вузов, которые нам очень импонируют, их стиль развития. Но большинство из них это мировые центры, и мы не боимся себя сравнивать со Стэнфордом, Оксфордом или Вахинингеном. Почему? Да, мы во многом их еще не можем догнать, но мы знаем, куда идем. Поэтому реформы, которые сегодня предприняты и прописаны в новом законе о высшем образовании, во многом уже решаются, давно реализуются в нашей академии, потому что мы давно уже реализуем некоторые вещи, положения. И, честно говоря, закон немножко запоздал. Он давно должен был быть принят. Может, и лучшим, и хуже. Мы никогда не смотрим на это хуже или лучше. Условия сегодня они, завтра другие. Надо идти вперед. Но мы многое сделали настолько вперед, что надо себя догонять обратно. Поэтому, думаю, что мы с вами, телевидение, интернет, журналисты, высшая школа, мы просто обязаны рассказывать нашему народу, нашему населению правду о ситуации, в которой мы находимся, в той сфере, за которой мы с вами отвечаем прежде всего. вы-то за все отвечаете, а я за образование, науку и практику, поэтому могу сказать, что у нас есть качественное высшее образование. И, кстати, не только в нашем ВУЗе. У нас вообще университетский город, город Одесса, один из лучших университетских городов страны Европы. И наши ВУЗы достойны дать и могут дать очень хорошее, качественное высшее образование. А какие конкретные вот вы можете назвать разработки, которыми вы гордитесь и считаете, что они являются образцом, примером? Ну, понимаете, назвать сейчас какие-то сложнейшие вещи, это будет трудно понятно по названию. Сложнейшие, да, по названию. Я постараюсь, знаете, таким очень простым путем, ну вот, например, я приведу пример для сравнения. Хасп, наслышанное, наверное, да, что это такое? Первый раз слышу. Ну, для промышленника это очень известная тема, это современнейшая система контроля качества производимой продукции по критическим точкам. Она разрабатывалась европейцами в Евросоюзе лет 20 назад и вот сегодня стандарты Хасп, которые заходят, зашли в Украину. Оказывается, мы гораздо раньше сделали очень много в области науки и применили это в теории стабильности, например, технологических систем, где мы пошли дальше, чем Хасп. И сегодня мы имеем предложение от разработчиков Хасп участвовать в совершенствовании этого стандарта. То есть, это пример лучшего воплощения. Образы оборудования, я могу привести такой пример, ну, Украина, знаете, зерновая держава, да, так вот, чтобы стать зерновыми воротами для Европы, для мира и экспортировать через короткие промежутки времени, через наши порты, огромные объемы зерна, мало ли просто выращивать, мало эффективно сохранить, нужно иметь высокоэффективную технику для транспортировки, переработки, перегрузки, такой техники не было. Она начала стремительно развиваться в мире, не только у нас, в мире, последние несколько десятилетий. И наша страна, и наша академия, в частности, наши ученые, сделали свой определенный вклад, создав высокопроизводительное оборудование до 1500 тонн в час. Это позволило сегодня нашим портам иметь те транспортно-логические системы, которые позволяют экспортировать по 2,3 миллиона тонн зерна в год. Это же бюджет страны, это наши позиции в мире. То есть, мы считаем, что такие вещи, они не просто, вот я вам привести отчет, номер оборудования, это будет неправильно. Я постарался вам показать на таких примерах, которые существенно повлияли на изменение ситуации в той или иной сфере. Я такие же вопросы мог бы привести в области холодильной технологии, микрокулеров, например, где наши ученые стоят в ряд, в общем-то, с американцами, с разработчиками НАСА и так далее, в пищевых технологиях, тоже очень много интересного, потому что каждая страна это своя особенность, свои требования к качеству, даже для одного и того же оборудования, скажем, к тому же хлебу. Немцы любят, чтобы корочка хлеба была взъерошенная, наши любят, чтобы она была гладенькая. Две большие разницы, а режимы совершенно разные, технологии отличаются, и где бы ты ни купил, ты должен адаптировать эту технологию. То есть, вот эти вещи, я считаю, достижением наших ученых, самым главным, что мы выпускаем выпускников таких наших, мы имеем такую профессору, которая способна обслуживать самые современные технологии, которые сегодня существуют в Украине. Это самый важный момент. Ну, очень приятно, что вы вышли на сотрудничество с нашим городом. Надеюсь, что найдутся и у нас такие умы, которые пополнят ряды ваших технологов, профессоров, и будут гордостью университета, высшего учебного заведения. И, конечно же, что спасибо вам за оптимизм, за веру в какое-то позитивное будущее. Я вижу, что вы патриот своего дела. И, конечно, глобальные какие-то вещи, они когда цели такие, смотришь, немножко воспринимаешь их сомнением с некоторым, да, но я думаю, что мы можем еще с вами на дальнейшем. А знаете почему? Наверное, потому что трудно согласиться с таким известным выражением Гибсона, новой из ученых, которая сказала, что будущее уже среди нас, оно просто неравномерно распределено. Наверное. Мы очень хотели бы лучшее будущее приблизить к себе, к нашим городам, к нашим людям, к нашей стране. Ну, теперь партнерство, я так понимаю, с Южным, у вас будет более такое тесно. Это была ваша инициатива? Вы знаете, это была инициатива Владимира Николаевича. К моему, ну, не стыду, наверное, все-таки, я тоже пытаюсь что-то делать в этом плане, но к моему стыду действительно, я разъезжаю по всей Украине, а вот Южный рядом, мы как-то не находили времени встретиться. И Владимир Николаевич стоял на встрече, он побывал в Академии, я показал, что мы за последнее время достигли, к чему пришли, он пригласил в Южный, я сегодня очень приятно удивлен, увиденным, и действительно считаю, что мы должны сближаться. Знаете, там, где есть позитив, позитив к позитиву должен притягиваться, а не отталкиваться, в отличие от магнитов. Мы должны, чем нас будет больше, чем больше мы будем создавать позитивного, тем быстрее мы поверим в то, что мы обладаем такими же силами, даже большими, чем наши соседи в других странах, мы можем гораздо больше, надо только поверить в себя. Помните, как в этом детском мультике, когда учили попугая летать, ты же поверь в себя, поверь. Вот мы команда тех, кто помогает поверить в себя. Добро пожаловать в Одесскую национальную академию пищевых технологий, и всего самого наилучшего прекрасному городу Южному. Спасибо вам большое. Но мы не прощаемся. Да, мы неформальный. Мы прощаемся. У нас неформальный прямой эфир. Да, тут неожиданный вопрос. Он только что пришел мне на ум. Я думаю, что это актуальная очень тема, так как мы сейчас находимся в состоянии, ну, объявленной войны, необъявленной войны, это не имеет значения, но армию нужно кормить. Нужно кормить беженцев. Вы вообще вот рассматривали ли когда-нибудь, или вообще в принципе существуют ли какие-то наработки, технологии, по производству, хранению еды. Я думаю, что в нашей стране не может не быть вот этого сегмента очень важного, который должен работать. И с учетом того, что, ну, как бы это драматизм событий не сгасает, откровенно говоря, да, то как бы что-то может быть в этом ключе, продумывается. Ну, во-первых, я вам скажу, действительно, не то что армия, даже просто человек, он, когда его чувство голода достает, он малоэффективен в своей работе. Полгода назад мы получили задание министра обороны, его помощник связывался лично со мной, и мы участвовали в разработке рецепта сухого пайка. Вот, это очень важная тема. И требования к качеству, к технологии, это все уже было передано Министерству обороны еще в прошлом году. То есть, солдаты наши голодать не будут, да? Я надеюсь, если все будет правильно сделано, то не будут. Это какая-то особенная технология, над чем-то отличается, ну, скажем, от постсоветского периода, ведь все-таки сейчас ситуация другая. Ну, естественно, во-первых, пищевые технологии шагнули гораздо вперед, чем в советское время. За это время появились продукты, здоровые продукты быстрого приготовления, ну, например, хлопья, быстрого приготовления, другие продукты. То есть, конечно, многое изменилось. Технологии сегодня позволяют это делать, и это было предложено. Тут же еще вопросы бюджета, это тоже надо учитывать. То есть, на каждом этапе были сформулированы требования, я не все могу рассказывать, все-таки это Министерство обороны. Заказ был выполнен. Хорошо, спасибо за ответ. Пожалуйста. Есть еще вопросы? Все. Спасибо вам большое, что вы так неожиданно посетили нашу эфир. Надеемся, что будете еще с нами сотрудничать. Спасибо заезжайте неожиданно к нам. Будем еще на встрече. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну, мы сейчас уходим на небольшую паузу, на перебивочку. Вы увидите сейчас реквизиты нашей организации. Если у вас будет желание помочь, пожалуйста, присоединяйтесь финансово, поддерживайте наш проект. Ну, и до встречи через несколько минут. Продолжение следует... Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok